Я бы хотел попросить вас дать несколько советов нашим слушателям. И вот, скажем так, меня, например, интересует в плане семьи и в плане детей. Я думаю, это многим поможет. Как бы практически обычный совет. Вот задумайтесь об этом, сделайте это. Какие-то простые шаги. О тех людях, мы говорим, которые не пойдут завтра учить кабалу. Я почему выделил институт? Я советую... Семейная проблема заключается только в одном. В умении уступать. Уступать. А зачем людям не надо уступать сейчас? Ты говоришь, в семье. Да, да. Так вот, это говорил мой учитель тоже. Великий кабалист, Равбар Ухашлак. Он говорил, семейная жизнь, это в том, чтобы суметь вовремя закрыть рот. Это понятно. Нет, нет, нет. Это его советы. Это смысл, смысл семейной жизни сейчас, в наше время. А в наше время? Ну да, как бы, знаете, женщина может сама жить, дети. Нет, это естественно. И мужчина тоже. Ну. Это напоминает, это напоминают всевозможные курсы. Как правильно строить семейную жизнь, как решать проблемы. Это воспитание. Да. Это воспитание. Люди там выучили... Ничего не сделаешь. Я получил воспитание такое, что женись, и что бы ни было, развода не быть не может. Не может. То есть вам для этого принципа объяснения не нужно? Мне не надо никакого объяснения. Я получил такую установку от родителей, и все. То есть, может быть, в семье любые проблемы, ну, понятно. Тем более, сейчас люди живут вообще вместе. Я говорю про сейчас. Столько лет, ну, ты понимаешь? Ну, 50 лет я почти живу со своей женой. Ну, что это раньше только... Вообще люди жили 50 лет. Ну, ты понимаешь, вообще... А наука сегодня говорит, что больше двух-трех лет вообще привязанности будет быть не может. Да, что-то такое я читал где-то. Ну, что? Нет разводов. Это первое. И уступать. Все. Только уступать. Ничего другого. Но уступать я могу понять. Но вы не даете как бы обоснования от разводов. Вы не даете этому обоснования. А никакого обоснования нет. Ты создал семью, ты нарожал детей, ты обязан быть их отцом. Они без отца все равно хуже вырастут во много раз, какие бы ни были родители. То есть ради детей? Ради детей. Ради детей, ради того, чтобы содержать семью. Держать семью, да. Это первое. Это очень серьезная вещь, то, что вы говорите. Да, я говорю так. Я считаю, что так надо воспитывать. Обязательно. Ни в коем случае не разводиться. Первое. У детей должны быть и отец, и мать, даже если между ними и нехорошее отношение. А что значит нехорошее отношение? Закрой рот. Сам себе. Ни другому. В первую очередь. Да, и все. И тогда все может быть хорошо. Я тебе говорю на собственном примере. Мы можем с женой не поладить, но мы каждое утро с ней идем гулять. И полчаса я с ней гуляю. Даже больше иногда бывает. И если мы вчера по какой-то причине в что-то там, ну, поцапались, допустим, грубо говоря, на следующее утро обязанность между нами с улыбочкой встретиться друг с другом, и ты еще заведенный, может быть, со вчерашнего, и горишь доказывать свою правоту, такого быть не может. Ну, это то место, где мудрость кабалы и простая земная. Это не кабала. Это просто понимание того, что иначе ты ничего не делаешь. Ты не можешь переделать людей и переделать мир. Я тебе серьезно говорю. Каждый день мы начинаем с того, когда мы идем гулять. Каждое утро мы идем гулять, и мы улыбаемся друг к другу, хотя внутри у каждого из нас существует очень серьезный багаж, так сказать, мешок со змеями. В процессе прогулки мешок пустошается. Потихонечку, да, пустошается, правильно. И можем снова и так каждый день. Но день начинается с того, что то, что было вчера, сегодня нет. Внешне даже.